Так, коллеги, я пока озвучу так данные по трем дням. Вот 24-го на открытии присутствовало 450 человек из 40, по-моему, 4 регионов. Вчера 25-го 220, сегодня было зарегистрировано 295. Поэтому вот такие данные наших дагубов. И нам, знаете, очень хотелось бы, я не знаю, там анкеты были вложены вам. Вообще, да, вот более, знаете, интерес, я не знаю, был ли такой вопрос, там, я, честно говоря, Ольга Игоревна, по поводу того можно, что вы, вот, например, вы сами хотели получить на следующем марафоне какие-то новые, я не знаю, фишки, то, чего внедряется. Или самим заявиться. Вот это тоже джимательно отметить. Но заявляться уже с какой-то идеей, чтобы под это уже начиналась разработка. Так, ну все, уважаемые коллеги, пожалуйста, Алексей Николаевич, мы начинаем. У нас с вами 32 минуты на работу, после этого мы идем на обед, после обеда вы расходитесь по мастерски, потом возвращаемся, и там уже работаем дольше, полтора часа. Жанна, работаю. Впечатления. У меня несколько минут, я займу на такой предварительный комментарий. С моей точки зрения, внеурочные или неурочные формы работы характеризуются тем, что единицей учебного процесса в данном случае является неурок. Вот это надо точно понимать. В этом смысле это цикл, это учебная ситуация, состоящая из нескольких учебных встреч. Соответственно, требования к организации такого рода учебных ситуаций, учебных встреч, иные, чем к уроку. В этом смысле меняется норма. С одной стороны, меняется единица организации образовательного процесса, повторюсь. Относительно впечатлений. Я думаю, что мы можем перечислить четыре возможных типа впечатлений. Ну, первое впечатление. Мы были всего на одном, поэтому я так обобщен. Да, это похоже на традиционный урок. Ну, и здесь мы ничего нового не увидели. Первый вариант. Второй вариант. Это очень не похоже на урок, ни в какие ворота не везет. Это невозможно просто смотреть. Но понятно, что такую оценку дают люди, занимающие классическую традиционную позицию, поэтому для них это выглядит некомфортно. Третья ситуация. Слава Богу, наконец-то это не урок. При этом образовательные результаты, о которых мы говорили в самом начале, могут быть достигнуты. Понятно, что они не достигаются. На этой встрече нам показали всего лишь 40 минут. Они будут достигнуты через несколько встреч. Я их перечистил. Будут достигнуты предметные результаты, будут достигнуты метапредметные результаты, включающие познавательные, коммуникативные и регулятивные. Будет определенный эффект части личностных результатов, и школьники осваивают нормы исследовательской или проектной деятельности. И четвертый вариант, когда, можно сказать, замысел замечательный, идея отличная, структура учебной ситуации, которую нам показали, очень продуктивна. А относительно мастерства, ну, могут быть разные комментарии. Где-то, может быть, надо дорабатывать, где-то дотягивать, ну, а где-то, можно сказать, что, в общем, как-то выше всяческих похвал. Вот четыре. Если у нас по ходу обсуждения появится пятая и шестая, то список свободен, ну, мы его будем дальше дотягивать. Но я бы хотел сейчас попросить выступить тех, кто побывал на мастерских, которые могут квалифицировать, как, ну, слава богу, или очень славно, это точно не урок, и там могут быть достигнуты через какое-то время весь перечень тех перечисленных вышеобразовательных результатов. Что вы увидели, как вы можете проанализировать, как была устроена эта встреча взрослого и школьников. У нас с вами 30 минут. Кто хотел бы поделиться впечатлениями? У меня, к сожалению, нет журнала. По фамилии я вызвать не могу. А у нас есть люди, которые это могут сделать. Спасибо большое. Пожалуйста, вы... Ну, лучше сюда с микрофоном, потому что будет неслышно. Павел, знаете, что не будет давно? Спасибо. Я была на мастер-классе, да, это было неурочное занятие, математические гаджеты. Нетрадиционная форма, но первая ассоциация, которая возникает после этого занятия, смело. Очень смелая форма, когда неурочная форма занятий проводится другим учителям, в другой аудитории, в другом формате. Ощущение осталось, что форма общения учителя с учениками, она действительно другая, она неурочная. И взаимоотношения, которые простраиваются между вот участниками образовательного процесса, между учителем и детьми, они действительно новые. Новые, но мне кажется, что еще все равно мы находимся на этапе проработки вот полностью этих занятий, когда еще не совсем получается удержать все три аспекта. Это и предметность результатов, и новая форма общения. Поэтому спасибо за такой опыт, очень интересный, который заставляет действительно задуматься. И спасибо преподавателю. Вы сейчас еще не уходите, пожалуйста. Вот наблюдая, будучи на одной из мастерской, я выписал несколько характеристик, или принципов организации той учебной ситуации, которую нам представили. Коллеги, проходите, да, потому что вы хотите, не хотите, а отвлекаете. Значит, смотрите, какие принципы мне получилось увидеть. Ситуация, которая создавалась во время встречи, она характеризовалась тем, что была открытой. В этом смысле там не было однозначного ответа, который предполагался взрослым. Вот открытой ситуацией. Дальше. Эта ситуация характеризовалась проблемностью. Там было некоторое смысловое противоречие. Она характеризовалась нелинейностью. В этом смысле не было понятно, как двигаться пошагово. То есть не было вот этой вот четкости. И была высокая степень неопределенности. То есть жесткого алгоритма, как действовать, опять-таки нет. Мы живем сейчас в массивах информации, которые не структурированы, не систематизированы, не алгоритмизированы. И в этих потоках нужно уметь ориентироваться. Вот такие ситуации так сегодня были организованы. Дальше. Работа была организована групповым образом. И это позволяло школьникам обмениваться впечатлениями. И за счет разницы мнений обнаруживать некоторую проблематику. На этой ситуации, меня это просто потрясло, были собственные вопросы детей. Ну или там подростков. Они сформулировали собственные вопросы по поводу материала, с которым они работали. И после этого они на собственные вопросы искали собственные ответы. И кроме всего прочего, им была организационно предоставлена возможность действовать исследовательски. Ну в данном случае, на той ситуации, где ему было. Вот. Неопределенность, проблемность, нелинейность, групповая форма работы, наличие собственных вопросов и возможность подействовать, отвечая на собственный вопрос исследовательски. На той ситуации, в которой вы были, можете выделить вот так вот сходу еще какие-то принципы? Ну я вам подтвердила первых четыре принципа, которые вы назвали, действительно, это была нелинейность. Работали по группам. Но у нас был возраст пятый класс. Это без разницы. И у нас есть еще... Мы тоже так могут. Да. Если мы умеем организовывать эту ситуацию. Да. Ну собственных вопросов у них особо не возникло. Но то, что они имели свободу выбора, как двигаться. И то, что задания были нелинейные. Мы все-таки как-то учителя еще вот с традиционной школы, да, мы пытались как-то выстроить задания. Сначала это, потом это. Но потом перестали это делать. И посмотрели просто на работу детей. И вот они для себя сделали выбор, то, что им было ближе, какая форма им была ближе. Ну и немножко они вот только пощупали следовательскую деятельность. Они все-таки попробовали себя в этой форме. Ну это я все к чему. Потому что если мы задаем требования к организации подобной ситуации, у нас эти принципы могут быть записаны. Они могут, безусловно, расшифровки и интерпретации. Но нам сейчас важно понять, потому что к тому списку, который у меня есть, я бы добавил еще один сюжет, который связан с выбором. Да, вот то, что я от вас услышал. Ну а остальное вы как-то солидаризовались с тем, что я говорил. Ну вот первые четыре я бы оставила. Мне действительно все было. Спасибо. Вот, собственно, нам очень важно услышать комментарии с указанием некоторых принципов организации учебной ситуации. Сергей Николаевич, а можно еще раз повторить те принципы? У меня записано, я потом... Да ты думаешь, это видно будет? Видно. Хорошо. Открытость, проблемность, нелинейность, неопределенность, наличие собственных вопросов. Исследовательские или проектные процедуры, позволяющие работать с собственными вопросами. И групповая форма работы. Я просто к тому же мастер-классу, который сейчас обсуждался, интересный сюжет связан со следующим. Вот когда мы обсуждаем урок, а если мы обсуждаем цель, то там обязательно вот этот заказ на первом месте и интерес ученика как бы немножко на второе место отодвигается. То вот в нашем обсуждении мастер-класса получилось следующее, что здесь все-таки первичным является детский интерес. И мне кажется, это очень существенно. То есть если в уроке первичным является заказ, ну то есть то, что мы предметные результаты должны сформировать, то в неурочных формах первичным является детский интерес. Ну вот, я их сюжет просто. Смотрите, у нас же про новые технологии, мы в этом смысле должны технологизировать каждое наблюдение. Когда вы говорите про детский интерес, то важно понять, как технологически он с одной стороны, а, появляется, с другой стороны, б, удерживается и б, культивируется. Вот вы можете сказать, за счет каких действий педагогических этот интерес обнаруживался и удерживался? Сказать? Да. Значит, я бы там отметила три момента. Другое дело, какие эти моменты из дидактических, какие из методических позиций. Первый момент, я бы из методической позиции смотрела. При постановке цели учитель использовал, ну, там буквально такой прием, связанный с переворотом. То есть слова, написанные наоборот и так далее, дети должны были угадать, какая тема была. Это первое. Привлекся, привлеклись. Второе, связанное с вот этим вот оцениванием некоторым, да, то есть разделением. Итак, первое, вот это вот сделаешь, вот туда пойдешь, вот так в группе будешь работать, на стройку, на работу в группе, на разделение позиций, на договаривание в группе. И в этом смысле это как-то так вот должно было некоторым образом оцениваться, но оцениваться уже самими детьми. Кроме того, вот третье, то, что бы я отмечала, это в заключении дети должны были еще и оценить действия учителя. Ну, то есть действия учителя по отношению к группе и к ним, связанные с помощью, с тем, что у них получается или не получается. Ну, вот такие пока три момента обсуждаю. Спасибо. Коллеги, кого еще вдохновили в мастерске? Пожалуйста, Виктор. Добрый день, уважаемые коллеги. Я была на мастерской, интегрированный урок «Природа, храм или мастерская». Что могу отметить, вкратце, тезисно. Интересно, увлекательно, актуально, современно и по-взрослому. Работа лицея в начале нашей с вами сегодняшней встречи, когда мы первый раз перед мастер-классом здесь собирались. Нам показали фильм, что сегодняшние ребята, которые работают по новым стандартам, они в девятом. Но я сейчас хочу сказать, да, и мы были в десятом классе, и работа педагогического коллектива сегодня отражается во всех классах. Это хорошо было заметно. Во-первых, целеполагание ребят. Ребята сами определили цель, преподаватели навели их на цель с помощью стимула, определенный ролик показали. Ребята проставили сами себе задачи в течение всего мастер-класса, двигались согласно своим задачам. Очень хорошо заметно, актуально, ребятам понравилось, это свобода выбора действий для достижения своих целей. Они могли применять любые формы для достижения результата. Конечно, психологический климат. И в конце всего занятия прошло на таком дыхании удовлетворенность самих ребят, законченность и обсуждение результатов работы. То есть вот так все было слажено, и вот я бы еще не отказалась пробовать на таких вот занятиях, как вот сегодня оно сложилось. То есть я много для чего, чему для себя взяла в своей работе. И нам ответили на вопросы очень корректно, очень правильно, какие мы задавали. И очень полезная информация была получена для того, чтобы можно было использовать для себя. Спасибо. Спасибо. Еще. Кто? Да, пожалуйста. Я была на мастерской, конструкторское бюро. Физика, а я законченный лирик, но говорить о способах работы я могу. Что мне показалось очень привлекательным, я сказала это обсуждение, что вот продукт нашей советской школы – это обученная неумелость. Мы увидели, как можно и нужно сегодня помогать ребенку стать обученным умелостью. Потому что я не буду повторять и о цели полагания, но вот что привлекает это возможность выбора всегда. Не только выбора проекта, но и выбора собственного вида деятельности, собственного вида познания. И ребенок выбрав, может понять, что это не его, что это либо на него работает, либо нет. Очень приятно было, видите, как анализировали, что вот эксперимент – это здорово, но вот здесь у меня не получилось, потому что знание не хватает, но еще поработать. И вот эта рефлексивность, как один из принципов обучения, мне тоже показался очень приятной. Немножко задохнулась, не хватило дыхания. Спасибо, приятно, было работой. Спасибо. Понятно, что вы рассказываете про свою ситуацию, сосылаетесь, да, и каждый же, ну, в этом смысле, за вашими словами слышит свое. Но я надеюсь, что когда мы с вами говорим о том, что у учащихся есть, ну, собственная цель, собственный вопрос, да, собственная такая задачка познавательная, и мы еще предоставляем ему возможность или предлагаем выбрать способы работать с этим вопросом, с этой задачей, да, там возникает вот другая, безусловно, история, как сказали, другой психологический элемент. Знаете, Алексей Николаевич, еще очень важно, чтобы случалось развлечение. Одно дело, когда появляется детский вопрос, ну, и он там связан с темой, там, с которой занимается, и другое дело, когда дети пытаются угадать педагогическую задачу. Ну, там вот, типа того, что давайте поставимся на сегодняшнюю цель, на сегодняшний урок. Ну, и эту цель, как правило, ну, не здешние занятия, я хочу сказать сразу, но одно из заблуждений, которые точно случаются в практике, это когда детей пытаются, детям пытаются, с детьми вместе пытаются сформулировать педагогическую задачу. Ну, на тот урок или на то действие, или на занятие, которое будет происходить. И мы это делаем зачастую. Дети не должны угадывать то, что мы должны с вами делать, ну, как педагоги. И есть детские вопросы. Вот эти вещи важно различать. Ну, да, безусловно, спасибо. И тут, конечно, нужен комментарий. А дальше нужно выяснять, ну, как бы, следующим шагом, за счет чего, в каких условиях они возникли, эти детские вопросы. Если базовая техника появления этих вопросов является подводящий диалог, то можно все закрывать сразу же. Подводящий диалог – это такая субдействие, еще и очевидное намекание. Так, дважды два – четыре? Ну, только вот, как-то, самый недогадливый не догадается, какой вопрос нужно задать в данном случае. Вот такой вот интонации, ну, ее, в общем, не должно быть. Ага, пожалуйста. Спасибо, коллеги, конечно, что мы посмотрели такие интересные мероприятия. Я вот думаю, что является единицей рассмотрения. Я была на статистическом бюро. Уроки математики делятся на уроки и на неуроки, так называемые. Когда дети имеют право выбрать разные мастерства, это уже само по себе смело. Мы же сейчас рассматриваем мастерскую как вот такую единичку и пытаемся выделить, какие там появляются новые результаты у детей. Что мы увидели? Ну, какой она дает вклад в развитие ребенка? Что мы увидели? У меня несколько таких противоречивых высказываний, наверное, будет. Целеполагание, я уже слышу, присутствует везде. Но я начала так про себя размышлять. Почему цель, почему незадача? Учитель говорит, моя цель была такая, каждый ребенок записал свою цель. В конце урока спрашивают, достиг своей цели или не достиг. Но они все двигались абсолютно одинаково, потому что педагог задал образец движения. Поэтому мне непонятно, почему это цель и способ движения у каждого одинаковый. Второе, исследовательская работа, это или не исследовательская работа, это пятый класс. Я на самом деле не знаю, как должно было, но когда дети играли в «Орел-Решку», дети сразу сказали, процент выпадания 50 на 50. У них не было вопроса, у них было рассказывание, утверждение. Учитель это записывает как гипотезу. Может быть, в пятом классе так и надо? Я не знаю, Василий Михайлович, ну что тут подскажете? И дальше предлагают эту гипотезу доказывать. Но не детские представления, как можно доказать, каким способом, какими средствами на это быть. Опять же, педагог говорит раз, два, три и так далее. Дети следуют по его алгоритму. То есть опять появляется образец. Может, в пятом классе так и должно быть, но на мой взгляд, может быть и по-другому. И последнее. Дети сидели по группам. Замечательно, что был эксперт, мальчик, который на самом деле выполнял свою роль. Почти всей группе помогал. На группе было 10 человек. Кроме этого, сидело три группы по три человека. Но нужна ли была эта групповая работа, я не знаю, дети. Я не увидела, чтобы они общались по поводу того, что они делают. Может быть, я не заметила, что я буду делать. Удержал видеть. Это не всегда ли она уместна. Это тоже вакуумный. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вы выходите. Спасибо за критические замечания. А то, чтобы как-то жизнь оказалась слишком. А, да, Евгения Валерьевна. Я была на уроке у Жанны Анатольевны. Урок изменился. У меня урочили занятия. К тайным словам. Я сейчас, может, другой формат немножко. Но это то, что мы не оцениваем, какими мы должны это оценивать. У них какую шкалу у него идет. Это нравственность. Этот урок был гуманный. Этот урок был интеллигентный. И тем, чем этот урок закончился, это занятие закончилось текстами детей, которые родились вот на этом уроке. Я учитель медитературы и нерусского языка. Честно говоря, у меня все это на глазах появилось. Это того стоит. Если я захочу жить в обществе, которое растет, то точно в этом не страшно. В обществе, где будет подрастающее ухудшение нашего жизни. Спасибо огромное учителю. Огромное спасибо этой школе, которая создаёт условия для таких занятий. Учителя, которые понимают. А вот всё, что было сказано выше, это всё в этом уроке было. Вот то, что Вы произнесли, я прямо записала себе в блоке про 1, 2, 3, 4, 5. Вот это всё на этом уроке было. Но помимо этого, это была ещё и среда нравственного воспитания ребят. Спасибо большое. Пожалуйста. Извините, можно ещё раз поговорить? Да, давай. Я ждала, когда поднимутся историки, потому что я была на интересном мастер-классе форма организации в неурочной и неурочной деятельности, учащейся в рамках реализации идеи специализированного кабинета по истории. Ну, во-первых, здесь, конечно, нам был представлен сам специализированный кабинет. Я здесь благодарю, наверное, от всех педагогов, которые здесь были на данном мастер-классе. А тем, Евгений Владимирович, по-моему, сотрудник ИПК. То есть класс поделён на три зоны, где есть занятия заниматься как урочной системой, как внеурочной, так и неурочной системой. Но, конечно, традиционно в наших кабинетах истории, в других кабинетах, медиодоски. То есть это как традиционно, но здесь мы могли наблюдать и археологические какие-то данные, и выставка книг, то есть библиотека, которой могут ребята пользоваться на уроке и внеурочной деятельности. Так, и я бы хотела отдельное большое сказать спасибо Вяукову Андрею Владимировичу. Вы знаете, действительно, он нам показал большой труд, которым он занимается. И дети, после тех игр, которые проходят в конце четверти, которые он создаёт, благодаря и другим специалистам данной школы, помогают прожить исторические моменты, помогают оказаться в том историческом времени, попробовать свои возможности, попробовать взаимодействовать друг с другом, найти плюсы и найти достаточно сложные решения, нестандартные решения. То есть, вы понимаете, я очень благодарна ему, большое спасибо. И в конце была предоставлена мониторинговая карта, с которой выступили психологи данного лицея и объяснили нам, как всё отслеживается, универсальное учебное действие детей. Спасибо большое ещё раз педагогу. Ну а как там возникало ощущение, эпохи-то? За счёт чего? За счёт чего? Конечно, это был мастер-класс, то есть, за счёт того, что дети погружаются в эту игру. То есть, классы параличные... За счёт чего они погружаются туда? Какие действия педагога, какой атмосферы... Как устроена ухерная ситуация, которая позволяет вдруг оказаться человеку 21 века в античности? Ну, хорошо, вот Средневековья, жуткое дело. Так, значит, во-первых, нам было представлено, что это игра «Золотая Орда». Вашистые классы делились на группы, то есть, каждый класс представляло определенное княжество. Представляете, где был свой князь? В каждом княжестве есть свой князь. То есть, если мы разобьём детей на группу, и там появятся... Понимаете, они попадают в ту эпоху, но у них есть же ещё и крестьяне, и ремесленники, они должны просчитать, какую дань, кто сколько платит, каким образом они выйти из-под власти «Золотой Орды». То есть, понимаете, вот реально прожить эту историю. Ну, нам нужна обощённая трансферессия. Я вам скажу, а вы согласитесь. На этой встрече были реализованы принципы игрового моделирования. И моделировали вы управленческую структуру общества XIV века, ну, вот, России. Правильно, нет? Да. Ну, замечательно. Посмотрите, это же надо... Это гуманитарная работа, на физике её вряд ли можно реализовать, да? Но принцип игрового моделирования, восстанавливающий просто интерактивно те или иные особенности эпохи, может быть рассмотрен как принцип организации подобной ситуации. А дальше нужно объяснить, вы бы вот ещё и рассказали, как эти пробы были сделаны. Ну, спасибо. Мы, если что, там вернёмся. У нас, коллеги, 5 минут осталось. Были ещё на гуманитарных мастерских вот эти вот форматы, связанные с игровым моделированием, с интерактивным освоением каких-то норм других эпох? Или там по-другому была устроена работа? С гуманитарной предметностью? Ну, я хочу, знаете, что ещё сказать? Ну, по сюжету, может быть, не обсуждая сами мастерские, как таковые, коллеги. Нам, ну, эта тема марафона сама по себе, я сейчас не её предназначение направлю, ну, оправдываю. То есть, 1 сентября 2015 года каждый из вас будет реализовывать стандарт основного общего образования. В этом смысле будет писать свою образовательную программу рабочую по предмету. И в этом смысле вам там нужно будет тоже выделять места, которые вы будете организовывать неурочной формой. Это значит, с одной стороны, ну, что это будут эмоциональные вещи, где тип отношений с детьми нужно будет поменять по-другому, но и действовать тем принципам, которые здесь и сейчас выделяют. С одной стороны, их можно назвать, с другой стороны, их нужно увидеть как примеры, которые можно потом, ну, как принцип, потом реализовывать на собственном предметном содержании. И эта задачка, ну, такая, следующего уровня. Одно дело, ну, да, нам понравилось, ну, конечно же, все же понимают, что на краевой марафон, ну, предлагаются к мастер-классам одни из лучших практик. Ну, как это, ну, да. Понятно, что большинство этих практик представлены хозяевами данного образовательной организации. Ну, здесь есть практики и других образовательных учреждений, но вопрос-то не в этом. Мы же можем, ну, с одной стороны, похвалить и сказать спасибо хозяевам, которые вот, ну, вот так на это рискнули и замахнулись. Амбиции такие хорошие. Но, с другой стороны, важно, чтобы это было и продуктивно для нас, чтобы мы понимали, а что же нам в своей деятельности это потом поменять-то нужно будет? А что же такого нужно будет сделать со своей собственной образовательной программой по предмету для пятого класса? И это будет касаться всех образовательных организаций и каждого педагога, который будет работать в пятом классе. Кто-то сейчас мне скажет, я пока в пятом не буду работать, а там что-нибудь, может быть, изменится. Ну, нет. Ну, нет. Ну, потому что поколение такое, детишек. У них большой уровень интереса. Они обладают большим количеством информации, чем мы, к сожалению. И к счастью. Нет, к сожалению для нас, как педагогическая комиссия. А к счастью, как людей, которые будут жить в этом мире. Поэтому, может быть, у кого-то есть такие выделенные вещи, которые помогли бы, ну, дополнить этот список, который мы писали. Ну, мы его будем дописывать и после второй мастерской. Коллеги, вот мы сделали один такт. Список появился. Как это? Определенные фильтры, через которые нужно смотреть, складываются. В смысле у кого-то они были, но важно, что они складываются здесь и сейчас. Относительно гуманитарных мастерских, мы сейчас услышали про один формат, который, я повторюсь, называется игровое моделирование. Какие еще вы увидите на второй половине? Важно было бы, чтобы вы их назвали. То есть сам принцип организации учебной ситуации. А потом ее принципы, собственно, педагогические, да, которые там должны быть вшиты. Вот с этим мы с вами сейчас уходим, немножко отдыхаем и потом сразу еще раз идем. И вы уже обратите. Коллеги, будьте добрать. Подождите, я... Очень важно, очень важно теперь, чтобы вы, как, я прошу каждого, на листочке, на листочке при знакомстве со следующей практикой, вы писали принцип устройства учебной ситуации, на которую вы смотрите. Общий принцип организационный. И те педагогические принципы, которые действительно позволяют достигать трех типов образовательных результатов. предметных, метапредметных и нормы исследовательской проектной деятельности. Я бы очень хотел потом ваши эти записи получить. То есть вы нам их отдадите и вот здесь мы этой папочкой сложим. Да, и потом мы с ним познакомимся. Сейчас еще объявление. Уважаемые коллеги, те, кто приобретали колонны на обед, посмотрите, пожалуйста, у вас там в зале стоит один или два. То есть это первая или вторая смена. К сожалению, у нас столовая не может принять одновременно всех участников. И обед в течение часа вы все обязательно поедите. Обед у нас вкусный. Значит, пожалуйста, посмотрите по программке, чтобы точно время соблюдать, потому что не очень удобно, когда мы приходим сюда все в течение получаса. Лучше одновременно. Поэтому на мастер-классы не опаздывайте. Так. Так. Продолжение следует...